Вы же вот сильные, и мы это понимаем. Те, которые умеют быстро давать комические предложения, автомобиль новый состоит из 60 жгутов. Вот они нам кидают, коты готовы, и говорят, срочно давайте кафе. Мы кафе сейчас даем очень долго, ну там в течение 3-4 дней. Я вообще в идеале вижу, кафе скинули нам, у нас автоматически через 4 минуты сделался расчет. Это реально, это можно. И мы вот уже сейчас пытаемся месяц это ТЗ согласовать, да? Дальше это уже непосредственно его воплощение реальное, да? У нас разработка технологической документации, и вот это вот ЕРПИ, наверное, да, подготовка, снабжение, да? Ну, месяц может, да? Вот мы сейчас там беспилотник тоже жгуты пытаемся поставить. Мы вот уже с февраля только КП готовим. Ну, потому что там есть свои нюансы, да? То есть я, я не знаю, я вот хочу, может, это очень долго, я хочу очень быстро давать КП, для меня это очень важно. Это вот на стаде вот это вот кусочек, то, что мы взяли. Я уж там не лезу, там в МЭС, дальше в производство. Там действительно бардака очень много, очень, как и на КАМАЗе, мы схожи по производству. Производство у нас тоже сборка. У нас большой ассортимент комплектующих, большой ассортимент готовой продукции. И вот так вот я хочу прийти на склад, а вот так вот поднять палец, и за одну секунду снять все оставки. Вот понимаете, я понимаю... Решение есть сейчас. На 3 июня, на 11 часов 8 минут, решение есть сейчас. Палец поднимаете, и вам весь склад считывается. Вы готовы использовать эти решения? Да, мы готовы. Мы готовы на предприятиях, понимаете? Вот я вам просто перебью, расскажу, да? Вот насчет этого, и КАМАЗа тоже. У меня одноклассник приехал, который на КАМАЗе работал, да? Он на БМВ работал. Он работает поставщиком уже со жгутами, как вы говорили. Знаете, что это? Как работают люди на БМВ? Представители поставщиков сидят на БМВ. Он сидит конструктором, проектирует. Сразу БМВ дает ему задание, скидывает. КАМАЗ тоже к этому прибьет. Они сидят в их информационных системах. Он, правда, делает БМВ на Латинскую Америку. Мы вообще российские местные компании, поэтому немножечко интегрированы мир. Мы понимаем, как работает Тесла, мы понимаем, как БМВ. Мы поставщики Тесла и БМВ небольших жгутов у нас производства на Украине, которые делают. То есть мы это все понимаем. И понимая это, мы хотим работать так очень плотно с КАМАЗом. Но так вот, если вы не будете сидеть там, и вашей конструкторой не будет, вы работать не получится. Мы уже сидим. Мы туда, мы уже поговорим с БМВ, чтобы наши люди там будут сидеть. А теперь готовы, не готовы. Нет, это управление цепочкой поставят. У них рамки вот этого Денинграда, с этим центром, вместе с целью, еще не будет. Вот тогда у вас что-то сделается. Это как раз вот то, что согласование по полтора-два месяца, у вас уже не решение есть. Вообще вот я вас, песников и САПовцев, да, хочу что сказать. Вот у меня сын, да, учится на очень крутом факультете, я горжусь только этим. Вот, он у меня программист, учится в МФТ-3, да? Он вообще мне говорит, мама говорит, да че этот САП, че этот 1С, я сейчас приеду, мы свою систему запустим. Ерундарь. Я согласна, но знаете, ему 18 лет, и пусть он создает, понимаешь? Когда у нас молодежь такая будет с ума сходить, да, вот они перевернут письме. А мы старые им говорим, нельзя, нельзя, мы будем с САПом и с 1С умирать, а они будут снова сюда. Я хочу ремарку, да, вот мы сейчас в основном пытаемся работать совместными работами. Почему с российскими плохо работаем? Я вам просто объясню. Когда идет совместное, не буду называть, да, какое совместное предприятие, вот это, которые я говорю, там все хочет, они бизнес-процессы нам сразу дают. Когда мы идем на российское предприятие, на нас смотрят, как на бизнес-аналитик. Говорят, ребят, вот у вас ЕПИ, будьте добры, поставьте. Это не наша работа, и нам за это денег. Мы, кстати, вот Ронат Вазахович, хороший специалист по производству, мы вынуждены за копейки, извините меня, на Западе это немножко другое слово, за бесплатно практически, это не наша работа. И поэтому на 1С-никам САП, вот, к сожалению, КАМАЗ ушел, да там у них там, это все расписано четко. Они говорят, у нас это лучшее решение, то, что у вас, это все ерунда. Вот видите, вот именно вот так надо делать. У нас, к сожалению, во-первых, хотелось бы насчет государства. У нас, знаете что, я сижу в двух институтах, являясь председателем государственной комиссии. Это мне надо? Копейки там платят. А знаете, я для чего там сижу? Да что, каких-нибудь сотрудников себе... Теперь получается, что вот, спасибо, Юли. Знаете, в чем дело? Мы спустились на уровень, так же, как она... Мы готовим людей со школы, и я подозреваю, что нам спускаться надо на детца, потому что уровень образования, который у нас в стране, извините меня, мои троечники, которые у нас учились, сейчас они депутатами, там, половина же, троечников, да? Они намного лучше текущих отличников. К сожалению, это СОС. О том, что... Это СОС, Влад Харч, с тобой здесь согласен. Сам являюсь председателем ЖЭКа. Вот, да, нет, нет, нет. И делаю фактически... Высасываю всех выпускников, начиная со второго... Всех будущих выпускников со второго курса, завожу к себе на практику, на стажировку и выращиваю до этого курса, до четвертого, где у меня... А пашисты нам очень интересны. Если им интересны, работают... Это следствие того, что у нас нет кадров. Но вернемся все-таки к готовности... Кадровой политики. Кадровой политики, да. Вернемся к цифровизации. Еще раз, вот, что хочу сказать важное. Мы не о САФе, не о БАДНС, в готовности. Мы говорим о любых программных продуктах. Неважно, какой программный продукт будет являться, ключевым является готовность или неготовность предприятия, с точки зрения бережного производства, системы менеджмента качества, наличие или отсутствие описания бизнес-процессов, наличие и отсутствие описания производственных процессов, операционные карты, технологическая подготовка и так далее. Вот это ключевые факторы. Не надо резть цифровизацию, пока не наведен порядок вот с этим всем. Потому что, как только мы эти вопросы начинаем задавать, нам эти вопросы возвращаются назад. Так вы же все это знаете. Бизнес будет вынужден идти к этому, потому что ему нужно будет наводить порядок. Я считаю, что я имею в виду, что организация не предоставит. Сладкая ситуация. Вот мы сейчас говорим много о экспериментации церкви. Это понятно, это нужно. Также я сказал, что к этому саму организацию. Ну вот, какая проблема, например, у меня там. Мы вроде один из трусов не делали, да? Вы про ERP говорите? Про интербург. Управление торговли. В принципе, проблемы те же самые. Я связан с проектом торговли, получается, с 1-2-2. Вадим отчетов. Вроде очень хорошо. Обновление запускаем. Начинаются проблемы с релизами и так далее, и так далее. Кто ответственный за это, программинец начинает с исправлять, ставить на счет, там, десятки тысяч рублей в селье, да? Я говорю, почему должна эта часть? Ревиза проблемы, это проблема разработчиков. Ну вот, нам разработчик один из нас с проблем взял, мы не отвечаем, да? Разберяем. Балкет. По сути, у нас расклад на счетах для ERP. Она должна, по сути, понимая, что вы субъекты, она должна нажать, кнопочка нажать, перед программой, если, к тому собой, документы все хорошо, все в порядке, все въезды собраны, и так далее. Кнопочка нажать, программа сама сканерваала ERP и прибыла. Так нет, мы ждем, пока программинцы делают переход из управления, значит, заработали, интеграции с бухгалтерией. Это, скажем, с последние 25-е, там, до 28-го числа, и все в БПХ, отделы целых, там, или тысяч человек, вы работаете и делаете. Знаете, какую рекомендацию как специалисты поднимут? Мы же в такой же ситуации, как и вы. Мы у нас в бухгалтерии, бухгалтерия, так далее. У нас есть управление торговли в бухгалтерии. Я просто для себя уже в течение 10 лет принял решение. Пока не выйдет в 1С стабильным релизом, не обнадрять. Если вышел новый релиз, надо подождать неделю. К сожалению, 1С можно развивать. Материй, может сдаваться, или не может? Могут сдаваться. Это, на самом деле, проблема... Болезнь, мы уже участвуем. У франчайзи, того, как это организовано, я не знаю, у всех ли программных продуктов существует франчайзи, и так не поделены между ними обязательства, но я точно так же, как и вы, в этих же проблемах, у меня такие же проблемы, и я точно так же не понимаю, почему франчайзи говорят, что это принимает проблему 1С. Это решает проблему 1С. Я когда прихожу к конечному заказчику, я не могу ему рассказывать, в чем причина того, что у меня не получается. Я несу ответственность за то, что я не достиг результата. А рассказывать про то, что там у Сименса где-то зашита такая вот хитрая заплатка, ну, это значит, мой уровень такой, я не разобрался, пришел к заказчику, и у него пытаюсь экспериментировать. В общем, да, я понимаю. Ну, просто проблема-то не на этом уровне вообще лежит, а в том, что разработка не оценена. То есть покупается полусырое решение, полусырые релизы. Если за рубежом программное обеспечение, там, соответственно, поддержка идет какая-то, и разработка, и проектирование оценивается в определенную конкретную понятную сумму, то есть, соответственно, эти проблемы, они как бы минимизируют. То есть здесь история, на самом деле, где и потребитель, и поставщик этого ПО, они, в принципе, негласно договорились, что я тебе очень дешево продаю, а ты потом косяки сам исправляешь. Ну, то есть по-русски это так. По факту, да, сопровождение, что ли, Диме. Мне все не согласен, да? Во-первых, все это болезнь любой системы. Я могу привести, например, как рискован останавливался, когда сам не трет, да, по ошибкам. Я могу привести, например, как притеки, когда вам внедряли, вся система останавливалась. Это не 1С-мская проблема. Нет, это не 1С-мская проблема. Абсолютно. Поэтому позиционировать только на 1С, эти проблемы нельзя. Второй момент, что я сразу с разгона могу порекомендовать, переходит, есть так называемый 1С-фреш, когда вся конфигурация, вся поддержка, все это в Москве лежит, у разработчика, не у блатфа, что-то, наверное, так, а 1С-фреш, а у 1С-фреш разработчики. В 1С-фреш работаете, и все вот эти проблемы, это уже их не головная боль. Ну, и все. И при этом... Просто решение очень дороже. Вам не надо администраторов держать, вам не надо программистов держать. Мы говорим о том, что на самом деле облачные технологии, они все больше и больше будут захватывать. На самом деле, переход облака до 7, рано или поздно, станет очень хорошим выходом. Все вопросы актуальности, совместимости, они будут лежать по стороне сервиса, компании, которая вам сервис дает. В данном случае, у нас. Если у вас что-то там не синхронизуется, у вас различные версии, это уже не важно. Да, работа, которые делают постоянно. А вот этот вопрос такой, об этом на самом деле есть. Насколько вам нужны эти доработки? Может, не надо включить программу, вот ваши хотелки. Обычно следствие всех... Это самое главное. Это самое главное. Когда начинают взрывать программу, включить, как говорят. Это самое главное. Вот из-за этого у вас проблемы. Если вы не беряли бы САП, вот КамАЗ-то там умолчал, да ушли, там на самом деле стоимость разработки САПа, знаете, как... У нас есть проект, я не буду называть, да, уже месяц система перешла САП с 1С на САП. Работы как не было в САПе, так и нет. Все делается в 1С. Все отчитали, все говорят, все нормально у нас, все хорошо, а на самом деле все ведется в 1С. То, что вы говорите, это проблема не только 1С, и в САПе тоже такая проблема. Но стоимость разработок. Я просто столкнулся с индусскими программистами, посмотрел, какие наши... Ребята, вот, знаете, гордость до наших программистов, мы, когда говорим, машина может быть в голову, что это... Наши, а порядок выше. Вы можете... А стоимость индусов приблизительно такая же, как и у нас, даже чуть-чуть помещение. Индусы дороже. Дороже, дороже. Понимаете, вы не говорите о том, что мы дорогие. Индусы дороже. Какая первая программа состоится в России, чтобы можно сказать, законодательно, с пониманием местного менталитета, да? Кто? Какая программа? Кто назовет? Зачем? Какая программа первая? Любой IT-шелл, ландшафт, это состоит из множества этих программ. Ни одна программа не закроет все уровни. Это... Другое дело, что, внедряя каждую программу, мы должны понимать, как она будет интегрироваться со всеми остальными. Нет такого одного чего-то, понимаете. Что сеньятное? Тебе там будет наоборотить на программу. Преугольник вот этот. Потому что, да? А самая проблема, даже не в 1С, а именно в интеграции. Вот я про НЛТ-проект, да? Вот на самом деле, это переход в Big Data. У меня первый переход в Big Data был в 90-х годах. Когда один из продавцов сказал, мне нужно куча отчетов. Мы сделали кучу отчетов, я прихожу к нему, он сидит такой, такой важный, он ездил там на Маштедесе напоследний. Он говорит, Влад, вот, вот, я ключу. Он говорит, нормально, за спину, я смотрю, у него тихо вот этих отчетов. Он говорит, ну, ты автоматизировал, вообще классов. Вот, это, он их даже не раскрывал. Вот это Big Data. Какая бы у вас автоматизация ни была, если вы анализом не занимаетесь, то выросли нам вот эти Big Data. Вот то, что... Вот мы сейчас, в кинотеатре, вернемся к готовности предприятия Дмитрия Матозовича. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, насколько, на Ваш взгляд, предприятия, которые обращаются в программы повышения производительности труда, насколько они готовы к цифровизации, и как Вы считаете, в какие последовательности надо к этому идти? Меня зовут Махмутов Марат Матозович, я начальник модели организации производительных процессов регулярного центра компетенции в сфере повышения производительности труда в предъявительных местах из Круто-Кастана. У меня, конечно, было большое сравнение в виде презентации, но учитывая, что здесь остались одни айтищики или, скажем так, очень мало представителей, скажу так, что правительство или, скажем, национальные комитеты, они тоже видят ту проблему, что Вы говорите, что предприятие должно быть готово. Для этого составили национальный проект. Национальный проект называется «Получение продвижности труда и занясти населения», так скажем. Состоит он из трех направлений. Одно направление – это системные меры поддержки. Я являюсь членом российской группы разработчиков, так скажем, системных меры поддержки. Если Вы мне свои предложения дадите, я буду рад, чтобы озвучить их на заседании рабочей группы по системным мерам поддержки, скажем так, предпринимательства. Второе направление – это адресная поддержка. Адресной поддержкой занимается Федеральный центр компетенции. В Федеральном центре компетенции мы бесплатно оказываем поддержку предприятиям для того, чтобы они у себя выстроили процессы производственные. Мы вначале, так скажем, снимаем сливки, так называемые, улучшаем производство процесса, а дальше как раз включается уже необходимость конкретизация, автоматизация этих рабочих мест, скажем так. И дальше, когда уже целая картина проявляется правильно, о том, откуда они должны поступать, с какой периодически анализируются, то здесь уже появляется потребность высшестоящих программ по управлению производством. На некоторых предприятиях, которые мы приезжали, есть система сприкатирования, есть система управления оборудованием, которое автоматизировано, есть системы, где вроде в Excel просто каждые два часа наполняется исполнение заказов и уже можно анализировать, а дальше уже и самое главное получается так, как вы правильно сказали, пока предприятие само у себя бизнес-процессы не отплатят, любое обращение к айтишникам не имеет смысла, потому что ладно, у вас есть люди, которые помогают разобраться в этих бизнес-процессах построения, а зачастую их нету, они говорят, ну что вы скажете, мы вам так не сделаем. Опишите критерии, опишите критерии, максимально четко, когда мы поджимаем правильно. То есть мы должны научиться правильно выдавать их на задание. Вот наша задача, вот нашу региональный центр, скажем так, вначале выстроить вот эти бизнес-процессы, показать, где нужно улучшаться, получаем количество денег, высвобождается и в обороте, которые вот они тратятся на НЗП, на длительные эти запасы, готовый продукт, все эти, и вот когда появляется возможность вот этими свободными деньгами, которые не обременены так процентами, потому что они все время уже в обороте на кумазе, и за эти деньги можно уже начать